Девушки отдыхают Воз в Латвию акцизных товаров из России и Белоруссии. Спорные поправки к закону об акцизе вступили в силу 1 января. Они предусматривают жесткие ограничения на пересечение границы Латвии физическими лицами, которые возят в страну под акцизные товары. Это сигареты, алкоголь и топливо. Латгальцы, чей семейный доход серьезно зависит от возможности сэкономить, приобретя более дешевые товары за границей, массово выступили против и потребовали от правительства начать что-то делать для развития края. Сегодня Сейм в первом чтении концептуально одобрил поправки к закону о труде, которые запрещают работодателю требовать знания определенного иностранного языка, в случае если работа не связана с его использованием. Свои голоса в поддержку инициативы национального объединения отдала и партия реформ Затлерса, хотя еще неделю назад Валды Затлерс лично просил коллег отложить рассмотрение спорного законопроекта. О причинах неожиданной перемены настроений внутри партии рассказал зампредседателя фракции ПРЗ Вячеслав Домбровский. Видите ли, есть моменты для принятия решений в парламенте, нужно большинство. Сегодня что-то нужно национального объединения, завтра что-то конкретно хорошее будет нужно нам, например, тем же реформой в области налогообложения, образования и так далее. Мы на данный момент не сдаем никакие интересы, принимается закон в первом чтении, мы указали на то, что его необходимо, мягко говоря, улучшить. Национальный совет электронных СМИ сегодня избрал своим председателем руководителя кафедры коммуникации высшей школы Туреба Айнера Димонса. Он сменит прежнего руководителя совета Абрама Клёцкина, который не избран новый совет. Заместителем Димонса стал отраслевой редактор портала «Латвияс Вестнесис» Ая Дулеско Цалэте. Новый состав совета был избран Сеймом 2 февраля. В него вошли руководитель студии «Мистерус Медиа Гинс Грубе» Димонс Дулеско Цалэте, руководитель проектов по маркетингу и общественным отношениям ВСТЛК Дайнис Мяртанс и продюсер студии «Авэ» оператор и режиссер Ивар Зведрис. Господин Димонс хорошо академически ориентируется в тематике того, что происходит на рынке средств массовой информации. Но я боюсь только из-за того, что политическое давление на совет будет очень высоким. Я только что вышла из комиссии, которая рассматривает вопрос предвыборной агитации. Сегодня уже объявили, что новый совет по радиотелевидению, который только сегодня первый день собрался на собрании, уже у них есть позиции по отношению к изменениям в законопроекте, не обсуждая эти изменения с индустрией. Решения будут приниматься вместо них. Партия «Единство» начала рекламную кампанию перед предстоящим референдумом о статусе русского языка, призывая граждан Латвии участвовать в нем и голосовать против поправок Конституции. Как сообщила пресс-секретарь «Единство», до референдума к жителям Латвии по радио будут обращаться председатель Сейма Солвита Аболтыня и другие представители партии. В начале будущей недели выйдет и бесплатная газета «Единство» по тематике референдума, а региональные отделения партии будут работать с населением. В день референдума «Единство» предложит жителям ряда населенных пунктов автобусы для доставки на избирательные участки. Министр образования и науки Роберт Киллис не против того, чтобы в государственных вузах появились потоки на русском языке. Ранее председатель Совета высшего образования Латвии Янис Ветра говорил о том, что в случае снижения языковых требований в вузах учебный процесс стал бы качественнее. В интервью программе «Утро на Болткоме» министр Киллис заявил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Андрисом Берзиншем. Я вообще не сопротивляюсь то, что русский язык использовался в высшем учебном пространстве в Латвии. Я должен говорить, что, наверное, качество больше идет на английском языке, ну просто потому, что на английском языке хорошо и плохо, и исторически сложилось то, что большинство научного деятельности происходит. Но то, что русский язык как бы был более вопросом экспорта образования, и, наверное, если так на это смотреть, почему нет, я не вижу сам. Мы с президентом Берзиншем вчера говорили насчет этого, и у нас было добоюдное понимание, что мы должны серьезно расширять возможности других языков. Еще на одну тему высказался министр образования Роберт Киллис. Он считает, что система высшего образования в Латвии не отвечает демографической и экономической реальности. А именно в Латвии слишком много вузов, полагает глава министерства. Между тем, рижане не согласны с мнением Роберта Киллиса. Это мы выяснили в ходе опроса МИКС-ТВ. Чем больше выборов, тем больше у нас будет профессионалов в стране. Зачем сокращать профессионалов, работающих и живущих на территории Латвии? Это глупость. Мне кажется, что образование на первом месте должно быть. Это же прекрасно, но, конечно, если численность уезжает за границу, то, конечно, будет лишнее. Мы не местные, мы из России, но мы категорически против сокращения вузов как в России, так и в Латвии. Развитие медицинского туризма в Латвии невозможно, поскольку на Западе люди не очень доверяют латвийской медицине. По крайней мере, той части, которая связана с риском для жизни. Об этом заявил глава Центра кардиохирургии больницы имени Страдани Роман Лацис. По его словам, западные пациенты не торопятся в Латвию по причине того, что у нашей страны не очень хороший имидж. Идея, по-моему, хорошая, блестящая даже, но она, по моему понятию, не совсем работает. К зубному работает, сколько я знаю, стоматологом. На методах диагностики более-менее работает. Но там уже, где методы лечения связаны риском для жизни, прямо в виде, да, там не так это действует. Предприятие общественного питания «Лидо» в этом году рассчитывает увеличить оборот на 25%, а свои долговые обязательства выполнить в течение 8 лет, сообщил владелец «Лидо» Гонор Кирсенс. По неревизованным данным, в прошлом году оборот «Лидо» вырос на 14%, то есть до 18 миллионов латов. А в этом году предприятие рассчитывает на 25% увеличить число посетителей и, соответственно, оборот. В прошлом году в «Лидо» было обслужено примерно 6 миллионов клиентов. В январе в общественном транспорте поймано в два раза больше безбилетников, чем годом ранее – 6920 человек. В первом месяце 2012 года в общественном транспорте проведено 29 833 проверки. Больше всего «Зайцев» обнаружено в трамвае 6 маршрута – 512 человек, а меньше всего в автобусе 34 маршрута и автобусе 20 маршрута. Там задержано по одному безбилетнику. Последний прогноз погоды Латвийского центра среды геологии и метеорологии свидетельствует о том, что в Латвии к концу недели значительно потеплеет. Синоптики рассказали о том, что в ночь на пятницу температура воздуха все еще будет составлять от минус 11 до минус 22 градусов. Однако днем температура поднимется до минус 7, минус 13. Осадков не будет ни днем, ни ночью. Сегодня в субботу воздух прогреется до минус 7, минус 12, а на побережье Курзумы температура достигнет минус 4 градусов. Воскресенье потеплеет еще на 1-2 градуса, а на Курзумском побережье воздух прогреется до нуля минус 1 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова